Дорогие друзья, здравствуйте! Желаю всем хорошего дня! Я сегодня буду читать из Луки, 6 глава, 40 стих. Ученик не бывает выше своего Учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как Учитель его. То есть, когда Иисус отправил учеников, своих 12 учеников, Он отправил в разные города, и Он сказал, идите, исцеляйте, изгоняйте даже злых духов, делайте то и то. То есть, они могли делать то, что Он делает, Он их выполномочил, и они могли это делать. Но в нашей жизни сегодня бывают вещи, которые мы не можем делать больше, чем наш Учитель, если мы сами их не исполняем. Ну, например, трудно кому-то объяснить, что такое покаяние или рождение свыше, если ты сам не испытал. Трудно кому-то объяснить, что такое вера в Бога, если ты сам веришь только головой, а не сердцем, и не полностью доверяешь Ему. Трудно кому-то объяснять, чтобы они молились за правительство сегодня во время коронавируса, чтобы они принимали правильное решение. Если сам этого не делал и не веришь, хотя нам Писание говорит молитесь за руководителей страны, чтобы они делали разумные поступки. Неверующие делают иногда правильно, потому что за них молятся. То есть, если ты что-то сам делаешь, ты можешь другого научить. И тем детям объяснял, что если он сам, ребенок, плохо учится, то ему трудно научить кого-то учиться хорошо. Если он сам не владеет программой компьютерной, он не может кому-то объяснить, как им обращаться с ней. Сначала мы сами должны научиться. В этом стихе есть и что-то очень такое, ну, хорошее. Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. То есть, если наш учитель Иисус Христос, то мы поэтому стремимся иметь и его качество. И согласно этого стиха мы можем достигнуть здесь многого. Следующий стих в той же главе говорит о чем-то интересном. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему, брат, дай я вынут сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего. То есть, если кто-то учит другого тому, что сам не делает, то пользы не будет. Это так бы, как будто попала мне какая-то соринка в глаз, я вымываю, вычищаю, и ко мне подходит кто-то и советует, как мне вымыть глаз, а у него у самого в глазе бревно. То есть, я невольно скажу, иди сначала выпиши свое бревно, а потом придешь меня учить. То есть, мы можем кого-то наставлять, учить в том, что мы сами испытали. У меня в детстве приходилось часто молиться за мою мать. И были случаи, когда она исцелялась после молитвы. Не всегда, но были случаи. Однажды у нее была на коленке прямо такая шишка, она была длительное время. И в какой-то момент она сказала, помолись за нее, положи руку свою и помолись. Я молился еще ребенком, не знаю, ребенком, 13-14 лет, и у нее произошло исцеление. Она вечером приходит и показывает, нету этой шишки. То есть, я когда-то испытал, что Бог может исцелять мгновенно. Я поэтому по сегодняшний день верю, что Бог может исцелять. И всегда, когда говорю о том, что Иисус в моей жизни, то одно из этих событий, что я могу молиться, и Бог слышит меня. Не всегда были исцеления. Не всегда была молитва так услышана, что я это увидел. Но почти всегда я знал, что Господь участвовал в этом. Он слышал молитву. И Он, как Бог, выступает, как Он. Не так, как я Ему скажу, но я могу Его просить, потому что, зная, Он исцеляет и уже исцелял по моей молитве. То есть, когда мы кого-то учим, с одной стороны, это очень важно, чтобы мы сами это исполняли. И второе, очень важно, чтобы мы не боялись того, что никогда ничего не достигло. То есть, по этому стиху видно, что усовершенствовавшись, ученик будет всякий, как учитель его. То есть, тот уровень, который нам преподнесен, нашими учителями, или когда мы уже говорим дальше, что Дух Святой наш учитель, или у самого Иисуса, читая, как Он поступал, мы учимся, то мы можем многое-многое от Него взять и научиться. Да, важно также, чтобы всегда чувствовать, где и как я могу помочь другому. Потому что, само слово говорит, учитель и ученик. Кто-то для нас учитель, а для кого-то мы учителя. И для тех, для кого мы учителя, у нас есть перспектива, чтобы люди достигли того, что мы знаем в каком-то предмете, или о том, о чем мы как раз учим. То есть, не устраняться там, где мы можем кому-то помочь. Напротив, помогать. Потому что, помогая, мы сможем помочь другому, достичь, по крайней мере, то, что ты достиг. И это, конечно, и наша задача. Потому что мы ответственны не только за себя, но за всех людей, с которыми мы когда-то вступили в контакт, и которым мы хотели помочь в жизни. Пусть вас Господь благословит. Запомните это место из Писания. Иван Гатулуки, 6 глава, 40 стих. Доброго дня вам! Субтитры подогнали Симон.